Эксперт-блогер Денис Никольский под ваши аплодисменты. Пусть вы привезли. Я сейчас работаю. Ну и сейчас пришло время докладов о том, что мы наше участие. Хочу сказать, что, как и Геннадий Емельянов, многие вещи, которые здесь говорят, это мое мнение. Не обижайтесь. Значит, я работаю на строительной площадке. Четыре дня в неделю я обучаю людей разных национальностей правильно делать фасады. От начала до конца. Поэтому, ну, в основном вот такой вот. Хотя есть профессиональные рабочие, бывают белорусы, украинцы, все. На самом деле не имеет никакого значения. Значит, на что я хочу обратить ваше внимание. Первое. Наши заказчики сами виноваты в качестве своих фасадов. Проезжаешь любой коттеджный поселок, такое впечатление, что они просто борются со своими фасадами. Они пытаются их уничтожить. Они не пытаются сделать хорошо, они просто их уничтожают. Главная причина утепления фасадов на сегодняшний день – это использование в фасадах экструдированного пенополистирола. Это просто массово. Это просто безумие. То, что происходит сейчас в нашей стране. Выезжаешь на любой поселок, 90% фасадов требует полного демонтажа. Полного. Понимаете? Я еще понимаю, что люди бы брали, зашкуривали ножовками, стамесками и прочее, экструдерами. Понимаете, они даже этого не делают. Вторая проблема. Они пытаются экономить. Они нанимают людей за хлеб и воду. И поэтому, что получается? Они экономят на покупке материалов, на покупке, не знаю, там, утеплителя, на экономии его толщины, используют плиточный клей, покупают сетку, самую душманскую, с ближайшего рынка. При этом, они пытаются еще что-то там говорить. Дышит фасад, не дышит там, ну и так далее. Так что, на самом деле, ребята, ситуация, ну просто ужасная. Я не знаю, как с этим бороться. Я пытаюсь со своей стороны, но вы тоже пытаетесь что-то делать, просвещать людей, но это ужас, что происходит. Потому что, понимаете, ситуация, сложившаяся в нашей стране, она к чему приводит? Дискредитируется полностью система мокрого фасада. Понимаете? И сейчас что получается? Иван Иванович, к которому приходишь и говоришь, давай я тебе утеплю фасад. Он говорит, ну как же, у всех же фасады разваливаются, я не хочу этого. Понимаете? В этом вся проблема. То, что просто идет дискриментация системы. И она вызвана не только проблемой самого заказчика, она вызвана еще проблемой от системы держателей. Потому что нужно и просвещать, и нужно, ребята, еще обратите внимание, сколько косячных узлов. Ну, это вот посмотрите, что у нас наши любимые заказчики люди делают. Ну, наши любимые экструдированные пироги стилы. Вот такие вот вещи еще и будем делать. Хотим, но еще и склепим. Вот такую вот сеточку продают у нас на каждом рынке. И на ней написано фасадная сетка. Но это же гнилуха, ребята. Просто гнилуха. Как это остановить, непонятно. Про дюбеля не буду говорить. Ну, вот, допустим, экструдированный пенополистирол пронесел несколько лет на фасаде. Ветерок подул. Все, вазу сдувает. Там даже дергать ничего не нужно. Вот она. Отваливается ответа. Она единственная, обратите внимание, она зацеплялась шляпками дюбелей. То есть, адгезия к пластику была на порядок лучше, чем адгезия к экструдированному пенополистиролу. Нонсенс. Но это везде. Вторая проблема. Вот вам фасад. Утепленный экструдированным пенополистиролом. Внутри ведутся работы. Влажные пятна через стыки, через дюбеля. Вот реальный фасад. Как вы обратите внимание, вокруг окон были декоративные элементы. Их просто оторвало. Потому что происходила конденсация, лед, и они просто отворились. Потому что лед просто отрывает. Ну, видите, любят у нас прибить на душманские, дюбеля душманскую сетку. Потом раскатать сверху плиточным клеем. А удивляются весной. Почему у полфаса? Над всем этим можно только смеяться. Но вот такая у нас ситуация в стране. Но, ребята, у нас куча проблем, которые происходят по вине системы держателей. И основная проблема, это, я остановлюсь только на одном, это циколя. Потому что узлы по циколям, которые разработаны наши системы держателей, на самом деле, ну это полможены. Ну, на самом деле, то, что сейчас происходит. Первое. Только ленивый и очень неопытный фасадчик не знает, что использование стартового профиля ведет к разрушению фасадной системы. Разные коэффициенты геноваршения. Решением проблемы является выведение сетки из-под системы, установка вместо стартового профиля, капельника сетки. Второе. На что хочу обратить внимание. У всех производителей системы фасадного утепления, борьбов их технического решения, неправильные узлы по примыканию утепления утепленного фундамента и цоколя. Цоколь и фасад. Практически у всех документаций предусмотрены температурно-усадочные шли. Между цоколем и фасадом, между отмозкой и цоколем. В результате этого, что происходит? Морозное пучение, грунт поднимается, сбивает экструдированный пенополистирол на цоколе, сбивает таблицовку. Дальше, если нет температурно-усадочного шла между цоколем и фасадом, рвет еще и фасад. И поэтому приезжаешь к многим директорам строительных компаний, которые занимаются утеплением фасадов. А у них в продолжение горизонтального откоса идет трещина. И они очень удивляются. Я же все по чертежам делал. Так чертежи, ребята, ошибки там просто банально заложены. И эти ошибки, они заложены с самого начала. И никто с этим ничего не хочет делать. Узель. Вот они. Вот они узлы. Они у всех системодержателей одни и те же. Ну вот, заменительно, нормально. Вот они два температурно-усадочных шва. И все вопросы решают. А он тоже неправильно. Да. Денис-то неправ. Все там правильно. Он тоже ошибки нет. Конкретно в этом неправ не может. Неправ. Отмостка все равно будет дарить. Отмостка должна примыкать к цоколю, а не под него подходить. Да. Ошибки. Поговорим по этому. Потом. Да не переживай. Я объясню, что там правильно и что неправильно. Но если выполнять вот эти вот два температурно-усадочных шва и отделять отмостку от цоколя, от цоколя, от фасада, то даже при том, что если будет учение отмостки, фасад и цоколь будут цены. И практика. Моя во всяком случае это показывает. Это вот выведение сетки как раз. Это вот температурно-усадочный шов. А это какая-то? Ну, еще не заполнено. Дальше. На что хотел еще обратить внимание. Производители ССДК очень часто сами не знают и не понимают, как правильно грунтовать сложные основания. Неправильное грунтование приводит к тому, что на поверхности создается глянцевая пленка полимерная. А впитыванность основания не уменьшается. Это касается и мокрых фасадов с утеплением. Это касается и подготовки фасадов перед оштукатурой. Ну, лучше, опять же, в моем мнении, может быть, кто-то приведет свое. Все-таки распыление грунтовки в два-в три захода. Это решает. По сырому. По сырому не решает вопрос. Распыление по сырому. Ну, разумеется, пословием. Дальше. Всех производителей систем указываются очень жесткие требования к основанию, которые у тебя появятся. И практически у всех записано, что предварительно фасад нужно оштукатурить цементным раствором, выровнять, ну и так далее. Что происходит у нас на практике? Иван Иванович, высунув язык, несется на ближайший строительный рынок, покупает самую дешевую строительную смесь, начинает оштукатуривать щелевой кирпич в теплую керамику, цементной штукатуркой с высоким модулем упругости. И что он получает? Он по-быстрому оштукатурен, фасад у него там, дай бог, 3-4 дня выставился, более-менее ровная. И он поэтому начинает приклеивать, производить утепление. В результате, даже в процессе дюбелирования, слышишь, забивается дюбель, штукатурка осыпается от дюбель. Если Иван Иванович присутствует при этом, то он может остановить работу и заставить там забивать. Но часто Иван Ивановича нет на месте. И в результате стоит фасад, а потом происходит просто обрушение всего фасада вместе с этим выравнивающим слоем, с этой штукатуркой. А по идее, если да, можно так делать, но нужно четко понимать, если ты производишь предварительное штукатуривание, то штукатурка с низким модулем упругости, с грунтованием, с адвизионным образом, штукатурка по маячкам, маячки вынуть, штробы заполнить. То есть процесс этот затянется минимум у человека на 3 недели подготовительной, чтобы полностью все набрало. Все. Дальше можно уже производить приклейку. Опять же нужно четко понимать, что дюбель, который будет устанавливаться, он будет раскрываться не в основании, а он будет раскрываться в штукатурке. Тем самым он будет ослаблять основание. Все-таки есть технология, она достаточно хорошо отработана по поводу того, что во время приклейки утеплителя, в воде, в толщину утеплителя и выравнивать плоскости фасада. Прорезка шнурка, шнурками, вертикальная, скользящая, горизонтальная, и подрезка утеплителя во время приклея. Это касается и пенополистирола, и это касается, между прочим, даже минерала в одну длину. Это опробовано и нормально все, хорошо работает. Дальше. У производителя минеральной ваты мало внимания уделяется предварительному грунтованию минеральной ваты перед устройством базового армирующего слоя. Что происходит? По мокрому, быстренько вату загрунтовали, а что у него происходит? Вата сейчас, ребята, то, что было 15 лет назад, это одно. Сейчас очень у многих производителей вата пузырится. То есть ты ее прогрунтовал, и на поверхности появляются вот такие пузырики, неоднородность ее. И если ты хочешь получить хорошее качество, тебе нужно дождаться, когда минеральная вата полностью высохла, вот этот корочный слой, дальше вот эти пузырики неоднородности счистить, второй раз прогрунтовать, получить однородную поверхность, после этого нанести клей и втопить спокойно сетку. Мало того, могу вам сказать, в случае, когда происходит ремонт фасадов неправильно выполненной базовой армирующей слой, можно даже ободрать базу вот таким способом прогрунтовать и восстановить структурную способность минеральной ваты. Но этого же нигде не прописано. Это нужно прописывать в регламентах работы. Нужно заставлять это делать. Дальше. Еще, что не нравится у производителей. Я не говорю, что декоративная штукатурка стала хуже. Проблемы с питанием. Проблемы с фракцией. Потому что партии от партии очень сильно отличаются. Я не буду называть производителем, но это практически у всех. Качество декоративной штукатурки, особенно готовой, окрашенной в объеме, и акриловой, и силиконовой хромает. Стало хуже. Качество. Фактуры разные у всех партий. Если разные заводы, получаешь материал с разных заводов, разные, внешне разные. И цвета, и фактуры. Долматинец у многих сейчас пошел. Приезжаешь на фасады, люди просят посмотреть. Через светлый цвет черной песчинки, черный мрамор. У многих производителей не решен вот этот вопрос. Но они все равно выпускают тупо свою декоративку с черными этими пяточками. Долматинец очень часто встречается. Дальше. У многих декоративная штукатурка рассчитана на работу только летом. Пришла сейчас осень. Люди наносят декоративную штукатурку, вызывают. Я приезжаю, смотрю. Производитель опять же не буду называть. Она просто тупо и высыхает. Ее можно ждать до весны. То есть, нет добавок. Во-первых, жидкая. Во-вторых, недобавленные добавки, понижающие температуру стекловали латекса. Да, они дорого стоят. Она просто жидкая. По три, по четыре, по пять дней. Стоит у людей. Потом ближайшим дождем ее просто смывает. И подрядчик, и заказчик попадают на деньги. Начинается разбирательство и так далее. Для улучшения качества и предотвращения ошибок, что я считаю, первое просвещение мужчин и обучение населения через средства массовой информации и социальной сети. Реально нужно, чтобы каждый производитель вел свой YouTube канал, Instagram и подробно рассказывал всю технологию производства работы. Надо, ребята, выходить в сеть и продвигать это все. Чтобы люди знали, чтобы тот же Иван Иванович, его не обманули, и он знал, какой тюбик, какая сетка, какие требования, как правильно выполнять работы, что ГЭШки должны быть, диагональные косы. Нужны грамотные, неформальные курсы по утеплению отделки фасадов, где люди могут узнать не только теорию, но и на практике своими руками попробовать, как выполняется каждый этап работы. Я вот, рядовой Иван Иванович, приехал, я хочу попробовать и посмотреть, что у меня на фасаде должны сделать, чтобы я помазал, почувствовал, да, я этому верю, этому нужно так делать, либо не нужно, в крайнем случае. Нужно показывать людям неправильно выполненные фасады и объяснять, почему они неправильно сделаны. Это, не нужно скрывать вот эти недочеты, нужно их показывать и объяснять, что произошло, по какой причине. Ну, образцово-показательные проекты с освещением в социальных сетях, на каналах YouTube, на примере отдельных домов вести многосерийные сериалы, где тщательно и за дня в день показывают правильное выполнение работы, утепление отделки фасадов с привлечением в эти проекты ведущих производителей рынка. Вот я в настоящее время как раз и работаю над такими проектами, но здесь не буду озвучивать их. Где мы пытаемся людям досконально объяснить и рассказать, что и как они должны делиться. Чтобы получились красивые, интересные фасады. Спасибо. Молодец. Зачетный слайд, последний. Вопросы? Да, вопросы, пожалуйста. Давайте сейчас, мейтрофончик. Денис, ну ты все-таки не ответил на вопрос, почему нельзя делать экструзии фасадов. Вот у тебя не все падают, а у меня нет. Вот я сделал фасад, он 9 лет оставил на экструзии. У тебя все падают. Он у тебя один. Ну почему ты не хочешь меня опыт принять, как на экструзии работать? Я не буду никогда работать на экструзии, потому что у него высокий коэффициент линейного расширения. У него внутреннюю деформацию. Это долгий разговор, мы с тобой можем долго об этом спорить, но результата мы сейчас не получим. Понимаешь, есть всегда простое, кондовое решение. И людям нужно пропагандировать выполнение простых решений, чтобы люди при большой повторяемости могли получать одинаковый результат. Когда ты людям начинаешь предлагать какие-то решения спорные, лучше этого не делать. Вот дай кондовое решение, чтобы вот человек 30 раз присел, и 30 раз у него присесть получилось. А если человеку ты предложишь приседать на одной ноге 30 раз, ну да, 2-3 раза он присядет, дальше он упадет. Спасибо. Давайте поаплодируем еще раз. Спасибо. Спасибо.